В преддверии очередной годовщины Октябрьского переворота или Октябрьской революции, кому что нравится, в либеральной прессе все громче раздаются призывы к покаянию. Русский народ призывают покаяться в ленинско-сталинских преступлениях. Кайтесь, как Германия каялась в фашизме. И вот здесь происходит лукавая подмена. Разве в этом мы должны каяться? Нас призывают каяться не за совершенное деяние, а за наказание, которое народ несет, совершив преступление. В чем же заключается преступление? Русский человек сказал Богу «нет», отошел от Бога, предал помазанника Божьего царя и позволил убить его. Священство и царство нужно было хранить, как зеницу ока, мы не уберегли. То, что было после революции, это кара Божия. И все страдания, которые обрушились на народ, войны, репрессии, гибель миллионов, даны ему в наказание. Наказ понять и пережить содеянное. Наказание от Бога никогда не кара, не мучительство, не месть, не осуждение, когда за одно преступление тебе дают другое заключение, казнь. В библейском мировоззрении сам грех и есть страдание. Преступление и есть наказание. В русском языке наказание – это указание на что-то, наказ. В греческом наказывать – это делать положенное сотроком. В еврейском языке одно слово «авон» – это и вина, и наказание за вино. Наталья Ивановна Московцева, автор книги «Преступление и наказание» Каиновой печати «Русская революция» пишет, что когда нас зовут каяться не в грехе, революции, цареубийства, гонении на церковь, но каяться в наказании за грех, то хотят одного – чтобы мы шли путем Каина, то есть путем богоборчества. Каин принес жертву своего брата Аверя. Преступление Каина началось с жертвоприношения, и само преступление Каина было жертвоприношением, писал русский православный мыслитель Евгений Андреевич Авдеенко. Каин заклал брата, принес жертву завета с дьяволом и стал полностью ему предан. От Каина начинается путь погибели, путь в бездну, который именуется в Новом Завете «Путь Каина». Путем Каина пошли низвергатели и разрушители. Они, как вавилонские каменщики, замыслили сотворить себе имя, то есть изменить свою человеческую природу, совлечь в себя образ Божий, не обременяться прошлым. Мы наш, мы новый мир построим, будем жить иначе, от себя и для себя. Все эти пламенные революционеры очень часто были духовными людьми, только были они духовны не от Бога, а как Каин, от дьявола. Мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей. Мир должен быть новым и всемирным, и в нем человеку, который хоть как-то несет в себе образ Божий, не должно быть места. Все накопленное веками отрицается, и народ используется, как своего рода вязанка хвороста, бросаемая в костер революции. Они знали, что Бог – Бог, как иудеи знали, что Иисус – Мессия. Они, подобно Каину и иудеям, знали, что творят, и сознательно шли на преступление, принося в жертву царскую семью и весь русский народ. Но Божий мир так устроен, что каждое преступление отражается на земле. Каждое преступление имеет отклик во всем мире. За Богоотступничество великое страдание понес русский народ через гражданскую войну, тоталитарный режим и внутренний террор в России, жесточайшую войну с внешним врагом. Если не видеть связи пережитого страдания с отступничеством всех сословий от исторических начал жизни нации к предательствам и убийствам помазанника Божьего, то всенародное страдание может и не стать этапом на пути выздоровления. Не станет. Если будем слушать тех, кто ленинский и сталинский террор рассматривает сам по себе, без связи с революцией, отрывая нас от нашего прошедшего. Нас зовут каяться не в причине, а в следствии. Само страдание предъявляют как позор и проявление рабского духа, тем самым обесценив то всенародное страдание, которое уже пережито как наказание и принесено как жертва. Все попытки создать нового человека обречены, но как они были, так и будут. Всегда найдутся те, которые наобещают рай на земле, и всегда пойдут за ними люди, совлекая с себя образ Божий, ибо расположение сердца человека зло от юности его. Многие люди из обезбоженных страданий делают знак избранности. Русский мыслитель Авдеенко таких людей называл каинитами, которые, как историческая общность, всегда восстают на церковь или борются с ней изнутри. Человек умирает для жизни с Богом, но как был, так и будет бессмертен. Образ Божий в человеке неуничтожим. Воскреснут все. И те, кто сохранил образ Божий, и те, кто его в себе и сглаживал, и омрачал. Вот только участь их будет различной, так как бессмертие души никто не отменял. Небытия нет и не будет. Человек создан по образу и подобию Божьему. И имя ему, человек, дал Бог в день его сотворения. И уйти от образа Божьего в себе непросто. Но если человек не уподобляется Богу, и образ Божий воспринимается как ограничение свободы, а себя объявляет высшей ценностью бытия, то повреждается как человек. Мы видим, что нравственный упадок и отступление от Бога могут быть долгими и длиться не одну эпоху. Много зла и множество зол может сделать человек, но может после и обратиться к Богу. Сегодня, в отличие от Запада, Россия возвращается на путь традиционных обществ. Медленно, с трудом, с опаской, но возвращается. И наша главная задача сейчас осмыслить переносимое страдание, усвоить, осознать его истинный источник, утрату благодати Царства и Бога отступничества. А что касается покаяния, то ведь это обращение к Богу, оно не ставит покаявшегося в разряд неполноценных или опозоренных, как пытаются нам внушить общий человек. Мы не знаем, когда будет конец истории, но знаем, что христиане остаются в истории до ее конца. И за это время мы должны пройти путь жизни, путь покаяния, обращения к Богу. И будем помнить, что христианам принадлежит не только жизнь будущего века, как говорит апостол, мир, настоящее, будущее, все ваше. Вы же Христовы, Христос Божий. Так разве мы, православные, можем уступить нашу землю врагу? Субтитры создавал DimaTorzok